Слава Украине! Слава! Никакой гражданской войны не будет, по-перше, потому что нету двух враждующих сторон. Я шел мимо насгвардейцев, мимо полиции, и я слышал, как люди задают вопрос. Ну что, хлопцы, Мальдивы, ведь почили, как черная икра, вкусная, и они прекрасно понимают, и висковы, и насгвардейцы, и полиция, что они здесь стоят до поры, пока не выйдут сотни тысяч людей. Когда эти люди выйдут, лично я, как народный депутат Украины, буду голосовать за отставку Порошенко, и те немногие люди, у которых осталась честь и совесть в парламенте, сделают то же самое. А остальные сделают это, потому что Верховная Рада в законный, в конституционный способ будет взята под охорону ветеранами, и сотни тысяч людей возьмут ее под контроль от олигархов. И я сейчас вам говорю абсолютно правовую процедуру, потому что тогда, когда органы власти не выполняют обязанности по защите страны, взять в руки эту власть, обязанность и право всего украинского народа. И мы это сделаем. И сейчас я хочу сказать и обратиться к ветеранам. Пока люди, мирные люди, пенсионеры, служащие, дети, студенты собираются и идут на мирные марши, нам надо объединять усилия. Нам необходимо создать те силы обороны, которые поможут армии, в случае, если Путин решит помочь своему другу Петру и пойти в наступ. Мы должны воспрепятствовать бегству олигархов и чиновников с награбленным. Ни один аэропорт, ни одна железнодорожная станция не должна выпускать этих людей. И самое главное, мы все должны защитить людей от провокаций, репрессий, террористических актов. Вместе с теми честными офицерами, которые, несмотря на все это, еще есть в полиции, в СБУ, в Национальной гвардии. И мы это сделаем. И я обращаюсь к ветеранам войны и к тем, кто еще сейчас защищает Украину, бронит ее на кордоне. Я знаю, что с вами ведут работу. Вас пытаются столкнуть на лбами. Хлопцы, мы все делаем одно дело. Мы его делали в 2014-2015, вы делаете его сейчас. Помните, что наша основная задача сделать все мирно. Народ потом решит, кому править страной. Но сначала те, кто воровывал страну, те, кто устраивал котлы, те, кто обманул всю нацию, должны пойти в тюрьму. И мы это сделаем без всякой войны. Слава Украине!